Мы увидели вчера, в каком составе заседала рабочая группа. Это два работника Департамента жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, это получилось, что на одной из группы... Скажите, а Вы не усматриваете именно вчерашнее заседание в таком составе у этих двух сотрудников потенциального конфликта интересов? Мне обращался, мы шли в комиссии на благо, начальник физического отдела. Я говорю, пожалуйста, обращайся, пиши, значит, письма, что ты не можешь часто, поскольку ты осматриваешь конфликт интересов, то сейчас не можешь у тебя обвинять, ну, тогда ничего для него получаем. Коллеги, если можно, я осматриваю конфликт интересов, я чую самого Юрия Корисовича, потому что посадовую обовисть, и тут написано, что вы можете, и голос, это также глава коммунального господарства, лишнего керевництва и кардинации работы Департамента жилища. То есть, тогда нужно проводить служебное расследование по поводу Юрия Корисовича, потому как он осуществляет это керевницей. А он назначен руководителем этой комиссии. Пожалуйста, я хочу немножко уточнить, вот конфликт интересов, конфликт между частным интересом и общественным интересом. Когда депутат заявляет на сессию конфликт интереса, то есть, когда он голосует как депутат, и его общественный интерес, и частный интерес, он, допустим, выделяет там земельное участие. И здесь все входит, что у Набатова, что у Юрия Корисовича, все входит в позицию, это, я не вижу, что частного интереса. Либо Андрей Николаевич был родственником коллеги. Подождите, пожалуйста, если будет... Подождите, в законе и не только родственная связь, а и служебная... ...привлечены к уголовной ответственности. Это является конфликтным интересом? Я не говорю о материальной стороне. Против кого? Против, вы же сейчас проводите служебное расследование, результатом которого могут стать материалы, которые могут теоретически привести к уголовному делу. В рамках уголовного дела мы начинаем с чего? Я мэра не беру, беру, кто тут по очереди идет. Заступник Минску Володу, который привык к департаменту. Директор департамента. А в чем конфликт интересов фолька личный? Они подчиненные фолька. Это в данном случае и является результатом расследования. Мы можем почитать разъяснение на ЗК части конфликта интересов, когда обращался Александр Федорович, когда было судебное дело по его отстранению. Там очень интересная форма уроков. То есть, в принципе, там тоже нет никакого частного интереса. Но, смотрите, да, потому что разъяснение... И у секретаря, где-то в части подачи, низкое подписание, доручение тоже не было. Закон очень широко трапитый конфликт интересов. А в целях разъяснение много столько на ЗК, поэтому, если его, или даже предложили, если человек подозревает, что может быть конфликт интересов, он может объясниться за разъяснение. Да, но до тех пор, пока он не отримал разъяснение, он шел, живая день, что до утримания... Должно быть такое заявление, такого заявления не поступало. Я вам скажу, почему у вас такое заявление не поступало. Потому что, согласно ваших функциональных обязанностей, вы за два с половиной года не разработали положение про конфликт интересов в законавчих органов власти. И никто у нас не повидальная особа, в законавчих органов власти. Мы, как по сей день, и не знаем. И каким образом регулируется данная норма, мы тоже не знаем. А по большому счету, это нормативно-правовой акт, который должен был быть разработан первым и принят. Я, к сожалению, не отделил городской совет, про контрактовать и... То есть, вы считаете, что в исполнительных органах Николаевского городского совета не должно быть такого документа? Положение, что до регулирования конфликтов интересов в законавчих органов власти. Возможно, должно быть, но оно основывается на законе. Да супер! Почему его нет за два с половиной года? И тогда у меня просьба на следующее заседание комиссии подготовьте, пожалуйста, письменную информацию о том, каким образом у нас регулируется положение данного вопроса в каждом из выполненных органов, что есть юридичной особой, и с назначением ответственной особой, яка принимая решение, что до регулирования конфликтов интересов. Я понимаю, если нет одного структурного подраздела и нет одной уполномоченного лица, то я вам скажу, вы откройте для себя много нового. Данные обязанности возложены, думаю, так, или на какого-нибудь бухгалтера, или на начальника отдела кадров, в случае Илона Ильича. Ну, вот у вас, там, где у вас есть, дайте, чтобы вы посмотрели, что у вас есть там. Ну, опять, чем они руководствуют? Ну, мы не знаем. Соответственно, в Конституции можно делать только то, что написано. Пока мы не знаем. Это прошло по залабовой профильной комиссии. Термином «пороки». Продолжение следует...